Высокие технологии. Хай-Тек. Создание нового типа компьютерной мыши, работающей в формате 3D, захватывающим с каждым годом все большее пространство в сфере цифровых технологий. Мышка, созданная стараниями швейцарских инженеров, может взаимодействовать не только с персональным компьютером и лэптопом, но и с телевизионным приемником. Мы назвали нашу разработку SpaceCoder. Она может практически все, что нужно тому, кто работает с форматом 3D. Причем тут важно такое обстоятельство, как безупречная точность. Кроме этого, SpaceCoder отлично подходит для работы в открытых окнах браузера. На все это требуется всего одна клавиша. SpaceCoder реагирует также на изменение направления света и его интенсивность. Это касается, в частности, видеопроекции и использования веб-камер. Когда мы начали работать, мы тут же поняли, что нашим главным принципом станет тот, что использовался в китайском театре теней. Только назвали мы его иначе – Shadow Imaging. У SpaceCoder есть и приложения, которые могут быть использованы. Одно из них называется CyclePower. Оно создано для тех, кто многое профессионально занимается велоспортом, который требует не только большой отдачи от самих участников состязаний, но и от тренеров и технического персонала, что готовят велосипеды к гонкам. Еще одно приложение, которое можно использовать, применимо к SpaceCoder – SunTracker. Оно измеряет угол наклона земной орбиты по отношению к Солнцу, от которого зависит направление солнечных лучей. Поскольку SpaceCoder может легко фиксировать источники света да еще в трех измерениях и позиционировать себя по отношению к ним, то и приложение SunTracker может легко установить в каждую имеющуюся и заданную предварительно единицу времени положение небесного светила. Данное приложение может быть использовано для ориентации в космическом пространстве межпланетных исследовательских зондов, но не только оно может быть установлено в бортовых компьютерах самолетов, выполняющих длинные межконтинентальные рейсы. SpaceCoder может быть использован в такой сложной сфере человеческого знания, как хирургия и протезирование. Речь в данном случае идет не о протезах конечностей, а о создании новейших аппаратов для людей, потерявших слух полностью в результате травмы или болезни. Есть ли разница между традиционными методиками и теми, в которых используется SpaceCoder? Да, разница заключается в миниатюризации главным образом. Любой аппарат, пусть и со стереоэффектом, больше по размеру, стоит дороже, он менее точен в том, чтобы вести хирургический скальпель. В случае использования SpaceCoder мы имеем дело с меньшим по размеру операционным полем и, следовательно, можем производить более точные манипуляции. Нам поможет инфографика, чтобы понять, что происходит. Мы должны установить слуховой аппарат в евстахиевой трубе. Это уже внутреннее ухо. Тут требуется более чем ювелирная точность. Рядом мозг, и мы не имеем права нарушать иные функции органов чувств. Так что SpaceCoder в данном случае наш Вергилий. Без его помощи тут не обойтись.